Привет! Ты на канале оружейного квартала Кварта и у меня сходу вопрос, как выглядит глушитель для оружия? Так? Или может так? Или даже так? В общем-то как угодно, но только не так. И номинально это не глушитель, это дожигатель от компании Vector 7.62 под калибр 5.45. И да, везде будет написано то, что это дожигатель, но он буквально выполняет функцию глушителя и отлично глушит звук. Смотри. Смотря на этого малыша, достаточно сложно поверить, что он может гасить звук настолько, чтобы стрелять хотя бы просто без наушников. Так что давай я тебе все покажу. Полный магазин патронов. И погнали. Разумеется, звук с такого дожигателя будет громче, чем на полноразмерных глушителях. Собственно, не бывает никакой магии, поэтому полноценно заглушить звук так же, как огромный глушитель он не способен. Однако, он способен приглушить его до терпимых значений, когда ты можешь спокойно стрелять без наушников и не офигевать от громкости. А по большому счету, для большинства ситуаций этого будет более чем достаточно. И мне это невероятно нравится. Я не глохну. Мне хорошо. То есть, я все нормально слышу. Звук не бьет по ушам. И это буквально чудо. Потому что такой маленький дожигатель вообще не переутяжеляет оружие. Вес практически не изменяется по сравнению со штатным ДТК. А это самое главное, потому что многие люди не используют глушители, модераторы звука именно по той причине, что они сильно меняют баланс оружия. Особенно, если мы берем большой автомат Калашникова, у которого и так не самая удачная развесовка. Здесь же у нас получается тот же вес при невероятных характеристиках. Что самое забавное, есть крутой бонус, который буквально является основной функцией данного дожигателя. Он убирает вспышку. Это первоначальная функция любого дожигателя, а вот уменьшение звука это скорее доп-функция. Получается то, что поскольку это не глушитель, то он вообще не дает обратки. Неважно, насколько у тебя темповая стрельба, все газы выходят вперед. Опять же, в первую очередь дожигатель, а не глушитель. Производитель даже не претендует на лавры глушителя и никак это не указывает. То есть, две проблемы решены за раз. У нас, во-первых, звук достаточно тихий, чтобы стрелять без наушников. А во-вторых, никакие газы не летят в ствольную коробку, а следовательно и чистить будет проще, и стрелять приятнее. Давай, полный магазин, чтобы полностью убедиться, что газы в обратку не идут. Да вообще не идут. Это поразительно. Мне нравится эта штука. Она действительно классно работает. Надо будет его еще как-нибудь сжечь. Там шесть магазинов за раз бахнуть, чтобы понять, как это работает. Насколько ты горячий. Но перчатки у меня не плавятся. Могу тебя схватить? Да, могу его вообще держать спокойно. Никаких проблем. Перчатка не оплавилась. Могу просто греть ручки. Это очень удобно. Кстати, ручки, правда, замерзли. Их бы хорошо немножечко погреть. Многие глушители, модераторы, нагреваются даже после одного магазина так, что их потом не схватить. Здесь же просто приятно греешь ручки. Все очень здорово. У меня газовая камера нагрелась гораздо сильнее, чем данный дожигатель. Это круто. Это прикольно. Ставь лайк, если тоже любишь стрелять. Подписывайся, если патронов всегда не хватает. Теперь немножко теории, дружище. Это важно для общего понимания. То, что у нас стоит на стволе, как уже несколько раз я проговорил, это дожигатель. А также у нас есть ДТК, который дульный тормоз-компенсатор. И еще один дожигатель, который никак звук не глушит. И давай по порядку. ДТК. Для чего он нужен? Эта штука гасит отдачу. Она маленькая, практически не добавляет веса. И создана для того, чтобы уменьшать отдачу оружия. Это буквально зашифровано в самом ее названии. Дульный тормоз-компенсатор. То есть ты не будешь тормозить, да? А тормозить будет твое оружие. Потому что отдача быстрая, сильная и смелая. А эта штука может ее погасить. ДТК бывают разных форм, размеров и ценового сегмента. Однако, суть у них одна. Они должны гасить отдачу. Если отдачу ДТК не глушит, вероятно, он сделан плохо. Вот это реактивный ДТК. Он хороший и отлично глушит отдачу. Отверстия у него тоже сделаны не от балды. А сделаны так, чтобы правильно работать на своем калибре. Вообще, каждый дульник рассчитан на свой калибр и на свое оружие. Даже если ты подберешь резьбу, допустим, с Ар-15 и поставишь на АК дульник, то он будет работать некорректно. Потому что рассчитан на другое оружие. Если же дульник делался дядей Васей, который ничего не понимал, скорее всего, он работать не будет. Поэтому грамотно подходи к выбору дульников. Это важно. С ДТК мы поняли. Вот это ДТК от Вектор-762. Мы сейчас с него еще постреляем. Поехали дальше. Вот это классический дожигатель. Здесь у нас воронка. Благодаря этому он дожигает газы, как понятно из названия. А следовательно, у нас полностью или практически полностью, в зависимости от модели, пропадает вспышка оружия. Что очень нужно в условии военных действий или для спецподразделений, когда не нужно выдавать свою позицию. Ты ставишь дожигатель, он же громыхатель, и у тебя нет вспышки. Противник тебя не видит, когда ты стреляешь. Следовательно, все хорошо. Остается вопрос глушения выстрела. Для этого мы можем либо использовать глушители, модераторы звука выстрела, либо использовать как раз-таки упомянутый выше дожигатель от Вектор-762, с которого мы уже стреляли. Это что-то среднее между глушителем и дожигателем. Он не полностью гасит вспышку, остается совсем чуть-чуть на некоторых выстрелах, газы прорываются и не сильно гасит звук. Однако достаточно, чтобы стрелять без наушников. Следовательно, двух зайцев разом, но не полностью. Но бонус в виде маленького веса перевешивает все недостатки, как по мне. А если хочется ультимативного решения, да, здесь уже нужен большой глушитель, без него не обойтись. А чтобы не быть голословным, давай я стрельну и покажу, как работает ДТК и как работает стандартный дожигатель, потому что дожигатель с сеткой мы уже видели. Первым пойдет ДТК, и его главное правильно накрутить, иначе все пойдет по одному месту. Вот здесь есть отверстия, и они должны находиться строго вверх, потому что именно сюда прорываются газы, которые немножко откидывают твое оружие вниз, и уменьшается вертикальный подброс оружия. Если же ты расположишь их вбок или, не дай бог, вниз, то подброс только увеличится, поэтому видишь отверстия, а они должны быть вверх. И здесь, для того, чтобы ты это прекрасно понимал, как раз-таки есть углубление, за которое цепляется пин на АК, который и удерживает ДТК на месте. Что ж, накручиваем этого парня. Мое цевье, конечно, не идеально совместимо с этим ДТК, потому что здесь есть наплыв. Однако, цевье не прикрывает отверстия для выхода газов, и это уже хорошо. Поехали пробовать. Я в наушничках, потому что ДТК звук не глушит, а мой слух мне дорог, поэтому стреляем с защитой слуха. Блинский. Контроль отдачи, когда стоит ДТК, он невероятно больше, чем когда его нету. Ты вообще этой отдачи не чувствуешь. На 5.45 как таковой отдачи мало, и сборка этой сайги, она сама по себе правильная. Но с установленным ДТК отдачи просто нету. Именно поэтому многие стрелки не используют дожигатели. Дожигатель это больше военная тема. А вот гражданское, для стрельбы на стрельбище, для стрельбы в тире, или для стрельбы в свое удовольствие, ДТК намного приоритетнее. Ё-моё, это потрясающе. Отдачи реально пропало. Особенно хорошо это чувствуешь, когда подряд стреляешь сначала с дожигателя, а потом с ДТК. Вот здесь разница чувствуется. Если у тебя постоянно стоит что-то одно, ты забываешь, что есть какие-то различия. Здесь же различия очевидны. Хочешь без отдачи стрелять, ставишь ДТК. Хочешь стрелять без вспышки, ставишь дожигатель. Хочешь стрелять без отдачи, без вспышки и без шума? Извини, такого не бывает. Выбирай что-то одно. Ну и напоследок классический дожигатель. Звук выстрела он не глушит, поэтому я все еще в наушниках. Однако он гасит вспышку. Вспышки нет, а звук достаточно громкий. Но уже не такой громкий, как с ДТК. ДТК, конечно, дает такую звуковую волну, что буквально сносит товарища, если он будет стоять сбоку от тебя. Здесь же все уходит вперед, поэтому даже по ощущениям от стрельбы совершенно другое. Ну и, естественно, немножко больше отдачи по сравнению с классическим ДТК. Но это более чем логично, ведь здесь совершенно другая функция. Какое дульное устройство выбрать тебе, решать только тебе самому. Я, конечно, могу подсказать, то что если ты стреляешь на стрельбище, бери ДТК. Зона военных действий, глушитель или дожигатель. Но это все равно твой личный выбор, то, как тебе будет комфортнее. Поэтому я надеюсь, что я помог тебе решиться на какой-то конкретный вариант. Не забудь посмотреть и другие видео на нашем канале по аннотации или по ссылочкам в описании. А на этом на сегодня все. Пока!